Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь. Видно, пьян. Шел он как-то странно, ковыляя. Подошел ко мне и стал просить. Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я смог перекусить. А глядев его неторопливо, я решил. На пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь. На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес. Я знал, что ты не дашь. И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидела, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть зажгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальна. Несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела. Оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду всех не быть. И жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу. И теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери. Жду немного и вхожу в буфет. Оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге. Спрашиваю. Здесь такой-то был, инвалид, хромой на обе ноги. Говорит, такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума. Если так, Христос к своей невесте подойдет голодный. А она говорит о церкви Божье Слово, что по окончании пути всем там предсудилище Христова должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет, я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты.